Справа от меня стоит боец, которого знает любой олдскульный фанат ММА. Старый волк, старый волк Алексей Прокофьев. Леха, привет. Для тех, кто не знает, потому что этот бой совсем недавно попал в сеть, хотя прошел он неделю назад, у Алексея Прокофьев был бой в Беларуси и этот бой он выиграл волевым решением. Расскажи пару слов по бою. Не знаю, волевым, наверное, больше для себя, потому что после первого раунда я думал, зачем мне это все надо уже. Куда я вышел, была просто ориентировка, чтобы не сдаваться, идти до конца. И было два плана на бой, один быстро разобрать, другой разобрать так же хорошо, уверенно, но на три раунда. Получилось на три раунда не уверенно, по-моему. Но мне по картинке, я был вообще уверен, что я второй, третий раунд забрал запросто. То есть я даже в конце как-то не успуртил ничего, я видел, что все мое. Потому что на этом видео не видно плохого качества, но левые джебы все мои. А так не очень доволен, план на бой не выполнил вообще, ни одну серию, которую мы отработали не выполнил, не сделал ни разу, только левый прямой бил. Про план на бой можно не рассказать, потому что самый тупой вопрос, который можно задать про план на бой. Не, ну план на бой, надо хотя бы что-то делать, чтобы того, что ты отрабатывал, а у меня ничего не получилось. Леш, вот что меня интересует, мы с тобой много раз виделись, мы много раз с тобой разговаривали. И часто ты говорил, что я не хочу возвращаться, я в смысле ты, не хочу возвращаться в ММА, потому что я жду крутого гонорара. Но ты поехал в Белоруссию, дрался с не очень известным бойцом и тебя просто привлекло то, что ты думал, что белорусские рубли там, вот это их много и они много стоят. Слушай, на самом деле курс изменился, сейчас рубли намного меньше, чем наши рубли. Там как бы там 10 рублей это уже деньги, понимаешь, то есть как бы ну реально деньги и на них можно даже поесть. На белорусских 10 рублей. Гонорар был у меня не самый большой, не тот, который я хотел бы, но он был неплохой. И в целом для того, чтобы получить большой гонорар, мне надо понимать, на что я способен, а как я далеко могу зайти. Это один из шагов того, чтобы понимать, насколько я могу далеко зайти, чтобы попросить большой гонорар. Большой гонорар, о котором может идти речь, я буду просить больше, чем другие получают в любом случае. Потому что я эти деньги могу зарабатывать и так, как бы ничего не делая, жопу не поднимая с дивана в современном мире. Расскажи, многие ребята ждут твоего боя с Василием Зубковым, потому что у вас есть какая-то история. Я вообще с удовольствием подрался, он опять там снялся. Но если Прокофьев меня видит, то есть я его всегда жду. Просто давайте с ним поделемся с чем-то 3 кг, если он хочет. Пускай вес не гоняет, я ему дам такой шанс. Еще есть Алексей Мартынов, я слышал, что он тоже бы не против того подраться. Алексей Мартынов, впервые слышу, не знаю, Леха вроде у нас все нормально было, никаких проблем никогда не было. Мы вместе даже тренируемся, бывает, в Витязе когда пересекаемся. С Мартыновом нет, с Васей у нас бы есть история, да. Есть конфликтная история, которые как бы, ну там, там есть Fight Night, которые, это их вопрос, они должны решать, они должны сказать, что и как. Пока, пока, это все, это, теоретически это все возможно. С Мартыновым, я не знаю, может быть, какая-то информация, ну там, инсайдерская. Не, 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 не. Была, ситуация была в мае этого года, мне звонили, предлагали на коротком давлении в ICB бой с Алексеем Мартыновым. Я отказался, потому что я с русским бойцом не хотел бы драться. Василий Зубков, как бы, ну, для меня, ну, там, это вопрос личного характера, да. Поэтому он тоже вроде русский боец, но это личный характер. Вообще, в принципе, с русскими бойцами, даже с белорусским бойцом, там, мне очень было приятно драться. Мне иностранцами интереснее драться, потому что это, ну, поддержка, атрибу, и все. А тут, как бы, ты всегда будешь какие-то интересы что-то занимать, там, кто-то там. Ну, зачем со своими, ну, у нас же бойцов, бойцов, на самом деле, я понимаю, что мало, да. Но, в целом, можно много найти других бойцов, которыми драться. По поводу драки со своими, я хочу, наоборот, сказать обратную точку зрения. На мой взгляд, эти бои нужны, потому что эти бои, как раз-таки, кузница уровня российского. Потому что, все-таки, в Россию привозят не топовых бойцов, как-никак. Может быть, сильных и крепких, но не топовых. Поэтому российские бойцы должны драться между собой, чтобы... Сложно сказать, сложно сказать, да. То есть, ну, там, есть сайт Fight Matrix, рейтинг Fight Matrix, да. Там, исходя из того, что, там, любой иностранец, который будет в этом рейтинге, он будет выше меня рейтингом. Потому что я не дрался три года, как бы, за белоруса вряд ли много поинтов получу. Они будут выше меня в рейтинге, понимаешь. Поэтому, ну, как бы, ACB приводит, мне кажется, пацанов, которые дерутся, как бы, на... Не знаю, то есть, сложно сказать. Может, конкурентных боёв в России не так много можно пар составить. На самом деле, очень много. Ну, например, давай, окей, 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 окей. Конкурентный бой в 93 килограмма. Скажи мне, давай, ты специалист, расскажи мне, какой бой. 93 килограмма... Всё. Окей, да и почему, я могу сказать. Скажи, конкретно русский, русский против русский. Кто будет драться? Немков будет драться. С кем? Сейчас подумаю, 93 килограмма. Всё. Немков с кем будет драться? Другие пацаны не будут... Зайцем. Немков, Зайц, потому что вы М1 не подписаны, правильно? Да. Другие парни, Крылов и Файтнайте, как бы, Миша Мохнаткин в Файтнайте может спуститься в 93, но это уже... Они не могут садиться, потому что они в разных организациях, правильно? Нет, Крылов и Мохнаткин могут садиться. Крылов и Мохнаткин, да, если Мохнаткин... На самом деле, пар хватает. Просто мне надо посмотреть шердок открытия, я найду и пар. Вот видишь, я тебе говорю, это какая-то... Ну, одну пару ты... Кое-как... 93... Всё, 93... Больше... 93 килограмма, Миша, вот так вот стану. 93 килограмма, Миша, нету десяти бойцов России. Просто десяти человек нельзя назвать, которые реально топы, которые могут драться 93 килограмма. 93 килограмма – самый проблемный вес. Ну, это проблемный вес, он во всём мире, не Токов. Проблемный вес, мой вес – 84 килограмма, тоже 10 человек. Есть, как бы, большого, как бы, рейтинга бойцы, да? Токов, Василевский, Шлеменко, кто ещё там? Буторин. Буторин, 93... Вот они все высокие, а потом мы уже там идём. Где-то я там потерялся, где-то посередине в этом, между первым и вторым десятком. Перейдём к следующему вопросу быстренько. Ещё есть два вопроса. Первый вопрос – тебя выводил Александр Яковлев в Бэтбой. Скажи, он собирается... Не-е-е, да-да-да... Грома. Грома Севера. Расскажи, он собирается вообще в UFC возвращаться или всё? Он собирается возвращаться в UFC. Есть причина, о которой я знаю, что и как. Наверное, лучше, чтобы он сам говорил за себя, да? Ранья говорил. Ну, в принципе, я тоже в этой причине с ним согласен. Проблема есть в современном ММА, который очень сильно влияет на здоровье бойцов. И вообще на всю индустрию ММА куча боёв из-за этого не происходит. Поэтому, я думаю, ты понимаешь, о чём речь. Но, так как вопрос не мой, в принципе, он не адресован, но не ко мне относится. Лучше у него спросить. Я знаю ответ. Уже здесь будет подпись маленькая уже, понятно, какая. Да-да-да. Слушай, Лёха. И последний вопрос такой. Ты сейчас подрался, тряхнул стариной, посмотрел, на что способен. Ты будешь продолжать карьеру, да-нет? Да. Да-да. Да-нет. Такое, знаешь, русское понятие. Единственное слово, которое нельзя перевести на английский язык. Да-нет. Да-нет. И когда? Домой в этом году. Надо в этом году подраться. Надо в ноябре. В декабре у меня есть предварительно договоренность с одним там уэвентом, как бы не российским. А-а-а. Что ты ешь за? Белорусский? Казахстан. Казахстан, значит, понятно. На Украине, а мы Украине. Ты видишь, вроде журналист должен разбираться. Все. Еде номер хром дж 막 Ifух. Она absolutely裡 liebe с ан fingertipем.